я не знаю вообще видно меня нет я еле проснулся эй давай сейчас попробую что-то хорошее по себе сказать ведь я нарцисс такой нарцисс я думаю о проблемах своего города и я нарцисс не один человек здесь не говорит о проблемах город а я один ору об этом и плачу искренне я нарцисс я эгоист и эксцентрист да да вот такая у вас логика как красивый аккорд не приватчик ты считаешь что я не умею играть я тоже я знаю что я не умею играть но как красиво послушай когда-нибудь мы захватим власть и мы будем все всю мразь вычищать это я шучу это ров мы не захватим власть мы не будем мразь вычищать серые города не превратятся красивые чудо света чтобы сделать захотел власть я бы сделал все города в россии красивыми основные города хотя бы разрисовал бы сделал так чтобы художники разрисовывали специальных плитках мелками или чем хотят их покрывали специальным стеклом которое бесконечно будет держать и которые не пробивали непробиваемый никто не пробьет его и с подсветкой чтобы все дома были красивыми гармоничными не вырубеглазными потому что и так пестыли все этой рекламы вместо рекламы будут все гармоничные пейзажи понимаешь все будет красиво и эстетично красиво будет я простой русский человек но я почему-то блин как варламов варламов это русский человек ответ на вопрос я не буду говорить а я а я просто русский человек я это я плачу от того что блин я больше варламова пострадал за свои попытки сделать город красивым всю жизнь я рисую для города бесплатно свои средства испортил себе спину подрабатывая грузчиком все деньги тратил на лекарства на эти на лекарства на картины ну немножко еды там иногда покупал чуть совсем самую дешевую в итоге мои картины выбросит мои родители потому что они простые русские люди они не ценят это для них это что-то чуждое хотя я тоже просто русский человек а вот для кое-кого это было бы не чуждо они бы сделали на этом деньги но я все что хочу я сам деньги свои тратил всю жизнь 17 лет сколько я денег потратил ты не представляешь за всю эту жизнь тратить деньги на мелки на на бумагу для рисования на угольки на соус заменяющий угольки рисование ты не представляешь и ты не поверишь но я очень больно за это поплатился моя жизнь сократилась как минимум ну я не доживу до 50 это точно по статистике русский человек мужчина доживает до 65 до 60 ну а я доживу там максимум до 50 так кстати бы сказал тот блогер который я недавно включил слушать пару видео больше не включал он там обозревал ультимативного оленя у Меганыча и он ему пророчил что тот не доживет до 40-50 лет но я думаю он доживет он не такой если бы он меня увидел он понял что тот чел еще совсем не больной а нормальный если бы он меня увидел он вообще охренел скажите меня этому челу блин он офигеет насколько я болен он скажет что я вообще конченый что я вообще меня не существует уже все так и моя бабушка говорит мне что я конченый потому что я не смотрю Путина новости а я знаю что там пока говорят и я понимаю ее точку зрения и противоположную но какая разница все равно я сдох счет возьми я живу на антидепрессантах дизлайф говорил как-то в одном видео что если ты тебя бросил девушку нужно принимать антидепрессанты но потом он удалил это видео потому что он типа против стал этого ему наверное написали в комментариях что типа ты че пропагандируешь невежественное видео я не плачу видишь все в порядке о чем хорошим тебе спеть помнишь как мы лежали в ванне каждый вечер вместе ногами ногами влезть в этой ванне греялись ты пила мою кровь потому что она чистая и я не знаю зачем ты не говорила зачем ты намекала помнишь как я окропил тебя а ты взяла его и на меня направила струю и я уворачивался и ты смеялась я делал это просто чтобы тебя размешить потому что я дурочок жаль что ты забыл это жаль что ты забыл о все хорошие моменты которые работали а я вспоминаю их я изменился я больше не играю в гитаре у меня дома интернет есть есть возможность играть здесь я не играю я играю так теперь на гитаре что соседи соседи звонят а потом стучат в это я сразу прекращаю точнее я уже прекратил к этому времени а эта запись прекратилась жаль вы не услышали и короче вам пофиг мы будем жить с тобою вместе зеленая луга голубое небо высоко и солнце так тепло так тепло в свете но не жарко не слишком жарко не легкий дождик и радуга и птицы далеко улетают и холмы в воздухе растворяются на реке мы будем вместе жить там до старости до смерти мы будем с тобою в любви и согласии и наши дети будут счастливы жаль что моя мама умрет и бабушка и отец от старости я не переживу это я бы хотел чтобы они увидели блин как мне жало жаль хоть моя мама кричала на меня каждый вечер после работы я в том числе не из-за этого жил на таблетах но мне очень жаль мой мозг не может пережить такое даже когда у моего друга умерла бабушка и я узнал об этом меня просто как будто ударило в голову я просто был в шоке понимаешь хотя она меня вообще никто а когда меня разлюбила девушка я не мог с этим я не могу до сих пор не мог годами с этим смириться привык к этому у меня отказали внутренние органы то есть желудок я столкнулся внутри и постарел за эти три года за три года тридцать прожил за три года тридцать прожил был создан храм как дом молитвы мы превратили его в притон вон негодяй вон костер почти погас близок с и все и и и и Жаль, что три коротких года Показались целым веком Жизнь пройдет, как миг Этот мир материальный, лишь иллюзия Сущности инфернальные видят этот мир так же, как и е Оттенками я думаю об этом И я скоро ослепну, через десять лет примерно Из-за макулы, дистрофии, обоих счаток глаз Бей меня по голове, битой, не промахнешься Бей без жалости меня Бей без жалости меня Ненавидь меня Я не плачу, ничего, все нормально Я не смеюсь Бей без жалости меня Забей меня до смерти Меня чуть не забили в 2017 году Чуть не отправили в тюрьму Просто так Приходишь побитый к ментам Они тебе из жертвы делают преступника Да, это... Ты с таким сталкивался? Нет? Радуешься? Радуешься? Да? Посмейся? Посмейся над этим? Я расскажу в подробностях об этом Только имена не буду называть Это... Они... Высшая каста Как бы... Без шуток И они могут что угодно сделать Ко мне даже... Домой приходил глава полиции городской Представляешь? Вот это больше всего меня напугало Потому что если глава полиции пришел То это значит, что... Пиздец не им, а мне Мне пиздец Простому простолюдину И он сказал такую фразу сейчас Смотрю Знаешь, какую фразу? Фразу интересную он сказал Знаешь, какую фразу интересную он сказал? Даже записано на аудио у меня Но я не... Фетишист какой-то Я не переслушиваю ни одни записи Мне не нравится вообще Так что не волнуйся Если я тебя записываю Я иду Если я кого-то записывал Потому что у меня была психологическая травма Из-за газлайтинга Со стороны Работницы Пышные красавицы Пышных форм Красавицы Ну, пышных форм Ну, среднюю я считалась красивой красотой. После общения с ней у меня психотравма на всю жизнь. Она сказала, что я ее назвал якобы дурой в разговоре. И с тех пор я стал все записывать. И это исказило мою жизнь настолько, столько мне избиений и проблем причинило. Ты не представляешь. Никому я ничего не доказал. И ей бы ничего не доказал. Вот в чем весь прикол. Если я даже записал разговор и предоставил ей, она бы сказала, не надо мне. Понимаешь? Она бы не стала даже слушать разговоры, где доказано, что я не называл ее дурой. Вот. А это отразилось на мне очень сильно. На всю жизнь исказило мою. Так и что я говорил? Блин, я забыл. А вот глава полиции, знаешь, что он сказал моей маме? А, мне, ну или мне это сказал. Он сказал, я ему сказал, что эти менты говорили мне, ну этот, один из них говорил, который шарился в моем телефоне и все там скачал, скопировал себе все абсолютно. И удалил с моего телефона, а себе скачал. Он сказал мне, посмотри туда. Я посмотрел и увидел там камеру наблюдения, встроенную в стену. И он сказал, что она все записала. И мы теперь можем написать. Ну и стал запугивать меня, короче, угрожать. Хотя она записала их преступление. И я сказал главе полиции и их начальнику. Пожалуйста, 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 прошу тебя. И я сказал, когда глава полиции пришел ко мне домой, он, их начальница была, но был глава полиции, самый главный. Я сказал ему, ка... Он мне сказал, что там камера наблюдения все записала. Можете предоставить? Потому что я... Потому что ясно, что я на них не нападал. Они на меня издевались надо мной, не унизили. Я просто вышел вежливо. С ними вообще на вы разговаривал вежливо. Никому ничего, слова даже не сказал. И он, знаешь, что сказал? Фразу. А... Сейчас. Какой аккорд подобрать? Я не разбираюсь. Вот такой. А камера как раз таки в этот момент ничего и не записала. Таки ничего не записала. С легкой улыбочкой. А камера таки ничего в этот момент и не записала. А камера таки ничего в этот момент и не записала. Потому что я просто обычный не буду говорить, кто для них. Потому что могут... Я не знаю даже, чем можно говорить, чем нельзя. Я просто... Ну, короче, я простой русский человек. Простой, обычный, там, даже, не знаю, простой россиянин. Чё... Чё им париться во мне? Я ниже животного как бы по статусу. В глазах. Есть касты, есть... Есть военные, есть полиция, есть... Эти... Всякие Пугачёвы и Киркоровы, которые обслуживают эту систему. Есть... Эти банкиры, есть... Элита, есть... Ну, закулисная элита, есть... Ещё кто-то. Есть женщины, есть мужчины, есть животные, а есть ниже всего мужчины. Ну, посмотрите. Ну, это субъективное мнение больного человека, я больной. Скажёрный мозг. Я ничего не призываю, никого... Никого не пытаюсь оскорбить. Как бы я просто сочувствую. Я сам, мужчина, как бы... Ну, то есть, для вас, конечно, я не мужчина. Но, вообще-то, если ты родился мужчиной, ты уже родился мужчиной. И ты не должен доказывать это. И никакая женщина не имеет права тебе говорить, чё ты как баба. И ни один отец не имеет права говорить своему ребёнку, чё ты орёшь как баба. Это мудак просто такой отец. Он воспитывает мудака, такого же, как он. Понимаешь? Я слышал и записывал, на видео, как я шёл в магазин, и там мудак. Отец своего сына обозвал бабой при жене своей за то, что он что-то там кричал. Да ты мудак! Я никогда своих детей не обзову, не обзову ничем вообще. Вообще буду с ним неподобным общаться. И в школу их не отдам, потому что там нет Бога. Там приучают материться. Там приучают со второго, третьего класса ко всему разврату, который только есть во взрослой жизни. То есть не официально. они сами, они даже не знают об этом. Там есть, там они смешивают, как в тюрьме. Если в тюрьму отбитых уголовников и больных их сумасшедших, ну, я ничего не это не психофобия, и добрых людей каких-нибудь сослать, то там добрые люди станут больными и станут уголовниками. Так же и в школе. Отморозков смешивают с хорошими ребятами. Извращенцев смешивают с обычными там ребятами. И там жесть что происходит. Они материться начинают. Это каждая мама знает, что ее ребенок после того, когда она отправила в школу, с третьего класса каждая мама замечает, что ребенок и девочка начала материться. Так потому что ты ее в школу отдала. Потому что ты не думаешь своей головой. На что тебе голова? Ты, ты... Другая мне писала, что написала мне в моей закрытой группе бывшая одноклассница пышных форм очень. Ну, красота средневековая красивая. Художники издержали женщин в средневековье. Пышные формы. Красиво. Все будет позитив. Все хорошо. Ты рада носимся. Короче, она сказала, что она написала мне цитата. Сейчас, потом перерывла аккорд под ее слова. Вот. В закрытой группе моей, в закрытой группе, в частной даже группе моей. Она сидела, хрен знает зачем. Могла бы просто выйти. Блядь! Я училась в твоей же школе и не выросла таким социопатом, как ты. А кем выросла ты? Посмотрел я. А выросла она. Ебаный. И риэлторши. Главой риэлторского агентства, которых здесь жопой жуют. Простите за выражение. Которых здесь жопой жуют паразитические риэлторские агентства. Ты просто обслуживаешь систему. Ты паразит. Ты считаешь меня паразитом. Но ты просто присосалась к этой системе. Паразитируешь. Ничего не производишь. Ничего не создаешь. Ничего не сделала. Ты видела, что я создаю хоть что-то, картины какие-то. Мысли свои, аргументированные причем. Вместо этого ты сматерилась на меня. Блядь! Я выросла в твоей же школе, но не стала таким социопатом. Во-первых, кто ты такая, чтобы ставить диагнозы? Только мудаки ставят диагнозы. Блогер Вечный – это мудак, который ставят диагнозы. Он мне однажды, давно очень, 2011-12, поставил диагнозы, даже не зная. Я просто мудак. Это просто мудак. Ты мудак. Вечный. Только мудак может назвать себя вечным. И только мудак нарциссический может вообще любой, кто дает диагнозы ставить кому-то, это мудак. Да. Один леди-бой из моего города, говнарь, с узкими плечами, широким тазом, который воспитывался только отцом мудаком и который воспитал его так, чтобы тот был мужиком. И он комплексует. Твой сын вырос закомплексованный. Можешь избить меня. Можешь избить меня. Только после этого я стану еще более больным, сумасшедшим. И я не буду дальше говорить, что будет. Но мне уже будет все равно. Дальше я не буду. Ты ударишь меня. У меня зрение потеряется. Но я буду немножко видеть, что меня хватит, чтобы ударить тебя и потом себя окончить с собой. Можешь прийти и избить меня. Ведь ты же такой настоящий мужчина. Ты не забьешь инвалида, больного человека. Но ты воспитал своего сына. И он занимается травлей. С юного возраста занимается травлей. Простых мужчин, простых людей. Потому что он комплексует. Ты его заставил быть. Все время внушал будь мужиком, будь мужиком. Он теперь комплексует. Но он вырос не мужиком. У него узкие плечики, широкий таз. И он татуировку сделал лишь бы без комплекса. И он унижает других мужчин. Постоянно пишет им про хуи там, про все. Ну подсознательно он думает о хуях. Ну или точнее копирует вольного. Ну короче просто и слушает Кипелова и короля Ишута в 30 лет. Ну короче говнарь обычный. Максос. Мне пофиг на тебя вообще. Я дарил твоему отцу картину и вот как ты меня отблагодарил. Стал унижать меня из-за моего аутизма. Спасибо. Вот какая благодарность. Больше никому не буду дарить свои картины. Я подарил твоему отцу картину. Картины. Ладибой Максос. Иди в Таиланд. Работай ладибой. Ты маленький. У тебя не растет бороденка. Усишки не растут. У тебя короче узкие плечики. Татуировка. Ты можешь легко. А еще у тебя лицо как у Тайки. Ты 40 летний. Ты там зарабатывать можешь спокойно. Максос. Прости. Простите меня за это. Я должен принять таблетки. Мне просто плохо. Я гоню негатив. Меня воспитывала мама и бабушка. И я не стесняюсь об этом говорить. А тебя воспитывал отец. Если бы меня воспитывал отец, я бы не унижал других людей, других парней. Любой, кто... Вообще это навязано. То, чтобы мужчины друг друга избивали. Это навязано верхушкой элиты. Чтобы мы, мужчины, сокращались. Чтобы нас меньше было. Чтобы мы меньше прожили. Мы проживаем 40. От 40 до 60 лет максимум. Нахуя это делать? Нахуя? Нахуя друг друга гнобить? Нахуя? Нужно поддерживать друг друга. Мы простые мужчины. Но ты просто, как бы, видимо, не мужчина. Или что? Про хуи постоянно думаешь. Езжай в Таиланд. Стань леди боем. И все. И будешь классно себя чувствовать. Я думаю. Ну... Максос. Не обижайся, пожалуйста. А если ты меня не забьешь, то, в принципе, я стану еще более отбитым. И... Ну, я найду, где ты живешь. И, в принципе, буду просто... Там постоянно смотреть в одну точку. Ты будешь проходить мимо. Или кто-нибудь. Или твои дети, если будут. Ну, а дальше там... Ну, как бы... Не думай. Не думай. Просто избей, да. Избей. Ты же только это умеешь. Избей, там. И все такое. И потом я возьму хорошую, куплю или выточу кое-что. И... Буду просто в одну точку смотреть. А потом приду. Ну... Узнаю точно, когда ты выходишь из дома. Приходишь. Когда твои дети, если есть, выходят, приходят. Или еще кто-нибудь. И... Когда вы все вместе соберетесь, я... Все произойдет быстро. Не волнуйся. Давай, бей... Избей меня. Давай, избей меня, Максос. Избей меня, Максос. Избей меня, Максос. Ведь я... Ведь я клоун. Ведь я художник. Я... Ничтожный позер. А ты слушаешь кипелого. И король шута в тридцать лет. Ты не позер. Ты просто настоящий друг говна. Избей меня, и тебе не будет ничего, потому что я жалок. живаяereя моя моя моя... Жалки... 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 Видишь крест? В принципе... Крайше, чё был бы придумать... Крайше, мне нужно, чтобы Когда кто-то меня изобьет, после того, как он меня изобьет, принять цианид калия или что-то такое, от чего я умру, но экспертиза, ну, это выветрится из организма, и тогда, и как бы, точнее, я сначала приду и скажу, кто меня избил, и умру. И ты будешь сидеть в тюрьме, хотя ты не будешь сидеть в тюрьме, потому что он в полиции обожмет тебе руку. Максос, понимаешь, я аутичный человек, я ничего не могу забыть, я не могу забыть свою девушку, я не могу забыть своего друга детства, свою подругу детства, я не могу ничего забыть, но что-то забываю. Понимаешь, Максос, ты считаешь, что ты затроллил, да, там, офигенно, я знаю, ты просто скопировал фразы больного, который звонил этому Паше Никусу, когда, там, в 2014 году. Ну, короче, интеллект у тебя зашкаливает буквально, тебе просто надо быть леди боем. И просто я был больным, я просто больной человек, и у меня не было таблеток, да? Какие вопросы? Я больной человек, но у меня нет шизофрении. А может, есть. И это ничего не меняет. То есть ты, ты унижаешь и издеваешься над больным человеком. Это, безусловно, высокая честь для тебя. Это высокая честь для тебя. И для твоих друзей. Вы нормальные ребята, жаль, что вы не мои друзья. Вы же считаете меня каким-то мудаком, там, и все такое. У меня нет вообще друзей в городе. В 2018 году меня избил. Тот, кого я считал другом. Я тогда был в депрессии сильной, и из-за кое-кого. И я напился даже, просто банку пива купил. То есть, выпил отвратительнейшее пойло, и специально банку не выбрасывал, чтобы он увидел, что у меня настолько плохо, что я даже мерзкое пойло это выпил. Но он подумал, что я просто алкаш, и он ненавидит пьяных людей почему-то. Но, видимо, этот отчим пил, и что-то пил его, может быть. Я не знаю. Короче, полная дичь. Я был в депрессии, вместо помощи, поддержки какой-то. Я получил избиение и унижение. А мог бы быть забит такому. Потому что он поставленным ударом, с впечаток, с такими пластинами метрическими, бил меня именно по... Сначала он вот так ударил, и очки выбил. Лучшие, хорошие очки мои, которые были дорогие очень, ну, с покрытием, там, для сетчатки глаз, который у меня умирает из-за макулодистрофии. Первым ударом... Он напал на меня сзади, первым ударом выбил очки и сюда выпал. А дальше бил, короче, меня по вискам, то есть, виски, это такие места, куда можно ударить и убить человека, то есть, он хотел меня убить, по сути. И по голове бил, и по глазам, он хотел... И он бы бил меня так дальше, и дальше, и дальше, пока бы я не умер. Потому что висок, это уязвимое место, там, достаточно один раз ударить, видишь, что человек умрет, просто он не сильно, ну, может он... Хотя он со всей силой ударил, просто повезло, наверное, может очки с них чили удар, чуть-чуть, потому что там крепкая душка была. И он не держит на меня зла, и я тоже на него не держу зла, вся нормально. Ты можешь даже прийти, ну, ты можешь подкрасться ко мне, повесить меня и прийти к ментам, или написать им анонимное письмо, что ты повесил меня, и они тебе оставят закладку с премией за убийство городского сумасшедшего дурачка, который пытался сделать город красивым, который писал надписи, всякие, на стенах. Но отвар... и прочее. А так же... 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 а так же я писал фразу, что Максос это... ну, дальше не будем говорить. Было, что я похабный написал, но от меня отвернулись все друзья после этого, хотя... они не понимают вообще. Не могут понять меня, я тоже не могу понять себя. Не жаль, что у меня такой мозг, он отличается от твоего... Да, я... уничтожество, мой мозг... тупой, мой мозг тупой, а ты... бесконечно умел, вы все умы, вы все... не тупые, вы суперумные, молодцы, 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 все вы молодцы, вы нужны стране, вы поднимаете Россию с колен, вы создали столько картин, столько вложили в это. Вы не паразиты, я паразит, я... не правительство, не чиновники, не эти вы мошенники из ритуальных услуг, где работает Максос. Ни эти... Короче, дофига паразитических профессий, которые... ну, которые... ну, вы считаете меня паразитом, художником, художником. Да, я паразит, я живу с мамой. Один... мудак, которого я считал другом, назвал меня... сказал, ну, типа... типа маменьки... ну, что-то типа маменьким сынком, только более унизительно назвал. Я бы мог ему написать, и вот здесь что... Он, типа, не написал, че... он написал, так, знаешь, я мог бы ему ответить, если бы я умел в троллинг, мог бы его в ответ затроллить хорошо, но он бы тогда избил меня. А может, не избил, а скорее всего, избил бы меня. Он, короче, написал мне, что типа... я просто попросил его вообще... Короче, я мог бы ему написать в ответ, что типа... перевести... ну, хотя это было бы переведение стрелок. Ну, короче, я помню, че бы написали в ответ, но мне не хочется об этом. Я занимаюсь искусством здесь, рисованием. Мне не до этого, я не занимаюсь троллингом. Хотя я занимался троллингом, когда играл в Сурву Вайлд Хаууску, в Кастл Файт, потому что они меня заколебали, это постоянно же срачи. Я был больным человеком, реагировал на это, но потом я забил просто на это. Научился не реагировать, специально стал учиться этому, не реагировать на это. И научился. А потом я вообще... мне неинтересно с тобой играть. И сидеть за группой. У меня оплачен интернет, 400 рублей, и пустующая квартира. Я сижу в доме у мамы, блин, уже второй день. Постоянно сижу, короче, как жалкий маленький сынок, блин. Но я не играю в комп. А ты играешь в доту, да? Я тебе в доту играю, что да? Я ничего не имею против. В танки играешь? Это нормально. Мемасы есть про танкистов, про дотеров. Ты меня унижаешь, но я тебя не унижаю за то, что ты играешь в доту или еще в что-то. Я играл в Castle Love Fight, Survival House, в Сатэшке. Че там? Поехали.